Герой сериала «Кухня» далеки от событий в Туркестанской области. Объявилась родная мать девочек, которых истязала мачеха. С какими обвинениями она выступила против бывшего мужа, расскажет. Хайрлыки, студия Домена Вина Евгеньева, Жанни Айда Буранвай. Армасадар. И смотрите прямо сейчас. За что родной отец взял в заложники свою двухгодовалую дочь? А ножик маленькая. Сколько часов ребенок провел с приставленным горло ножом? Кто смог его обезвредить? И почему малышка оказалась в реанимации? Полоса препятствий. В аэропорту Кустаная сразу два самолета увязли в дорожном полотне. Почему асфальт провалился под шасси? Был риск сломать шасси. Как эвакуировали пассажиров? Кто виноват в аварийном состоянии взлетно-посадочной полосы? Отстрелялся. Полицейский открыл огонь по сотрудникам Финпола. Правда ли, что его подозревали в коррупции? Стрелку и его подельникам в погонах удалось скрыться. Есть ли пострадавший? И как в деле замешано руководство административной полиции? Минус 80 миллиардов. ЕНПФ снова несет убытки. Откуда такие потери? Это же тоже есть следствие некомпетентности. За какой период? И как это скажется на наших пенсионных накоплениях? Мужчине, который взял в заложники собственного ребенка, грозит до 12 лет тюрьмы. Накануне карагандинские полицейские провели спецоперацию по вызволению малышки. Они несколько часов вели переговоры с отцом, грозившим убить собственную дочь. Он заперся с малышкой, которой нет еще и двух лет в квартире. Как дальше развивались события, расскажет Людмила Батюшкина. Она узнала подробности этой шокирующей истории. 75-летняя Шарбан Сосанова показывает синяк, который зять поставил ей, прищемив дверью. Накануне к ней пришла внучка с двумя детьми и сказала, что уходит от мужа. А после явился и он сам мириться. Но ссора разгорелась с новой силой. Мужчина схватил нож. Женщины бросились в подъезд, но отец поймал младшую дочку, которой нет и двух лет, и заперся в квартире. Женщины вызвали полицию. Съехались все спецслужбы, оцепили территорию. Вот соседка, она видела, как он таскал тут ребенка в одной маечке. 34-летний мужчина, его имя Жан Булат, грозился убить ребенка. Потом потребовал отвезти его в областную мечеть. В машину сел, держа нож у горла девочки. Всю дорогу их сопровождала полиция. Переговоры с Жан Булатом в общей сложности вели 4 часа, в том числе и мам. Позже он заявил, что хочет покончить с жизнью. После чего полицейским переговорщикам удалось убедить его отпустить заложницу. Ему не удалось совершить самоумительство. Во время операции, по данным полиции, применяли оружие с холостыми патронами. Мужчину задержали, а ребенка на скорой доставили в больницу. За счет перенесенного шока, аффективные приступы были. Поэтому ее ребенка госпитализировали в отделении реанимации под наблюдением. Это когда ребенок сильно напугался. Малышку перевели в соматическое отделение. К ней присоединилась мама. Врачи хотят понаблюдать за ней несколько дней. Мама общаться с журналистами отказалась. В результате инцидента никто не пострадал. Полицейские ведут расследование по статье «Захват заложника». Мужчине грозит от 7 до 12 лет лишения свободы. Придмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро, Карагандинская область. Триллер по-казахстански. Патрульный полицейский открыл огонь по коллегам из антикоррупционной службы во время его задержания. Он и его коллеги – начальник отделения административной полиции. Начальник местной полицейской службы и еще один патрульный обвиняются в получении взятки в 700 тысяч тенге. Пока один из них отстреливался, подозреваемые успели скрыться. Банду полицейских объявили в розыск. Реформа МВД длится уже несколько месяцев, однако скандалы не утихают. Накануне, во время задержания полицейских за взяточничество, правоохранители напали на своих коллег из Национального бюро по противодействию коррупции. Двух руководителей полиции в Алматинской области и еще двух сержантов обвинили в получении взятки в 700 тысяч тенге за возврат конфискованных шкурандатры. Но во время задержания один из полицейских трижды выстрелил в сторону сотрудников Национального бюро. К счастью, никто не пострадал. Но трое подельников в погонах успели скрыться. Их объявили в розыск. Сейчас, по указанному факту, полиции нашей области возбуждено уголовное производство, предусмотренное статьей 380 УК Республики Казахстан. То есть применение насилия в отношении представителя власти. Досудебное расследование находится на особом контроле. Руководство Панфиловской районной полиции уже освобождено от занимаемых должностей. Согласно отчету антикоррупционных служб, подозревается во взяточничестве и патрульной из Караганды. Он получил деньги от автоледи, чтобы скрыть изду в нетрезвом виде. Присоединяюсь к словам антибиотика. Пусть наша дружба будет бескорыстной. Мы сделали поступки просто так, так как мы про два, грубо говоря, банда. Слова земляка, задержанного в Караганде полицейского, бывшего преподавателя Академии МВД, сказанные в Новый год, словно прорицание ясновидящего, или точнее видящего систему изнутри. Они продолжают подтверждаться официальной статистикой. Так, по данным НАЦБюро, менее чем за 4 месяца с начала этого года в получении взяток уличили 44 сотрудника внутренних дел. Дела 20 из них еще расследуются. Зарина Беремкол, Нуркенток Мурзин, Инфорумбюро, Нурсултан. В аэропорту Костаная на взлетно-посадочной полосе произошло сразу два ЧП. Самолет из столицы при посадке провалился в асфальт, а прибывший на подмогу Боинг увяз в грунте. В шасси воздушного судна Airbus A320 провалилось в асфальтное бетонное покрытие на глубину 30 сантиметров. На борту находились 131 пассажир и 8 членов экипажа. Никто не пострадал. Их высадили в штатном режиме. На место вызвали сперцборд с оборудованием, который также увяз одним шасси в грунте. Позже самолеты откатили, но пассажирам другого борта, летевшего в Алматы, пришлось задержаться на 5 часов в аэропорту. В Кустанай с прошлого года на взлетно-посадочной полосе ведутся ремонтные работы. Ну а полная реконструкция запланирована на этот год, в период с июня по декабрь. Вся операция продлилась у нас около 8 часов, потому что по первому у нас попробовали по-другому, но без спецтроса или без спецтехники был риск сломать шасси. Поэтому нам по решениям специалистов авиакомпании «Скат» пришлось вызвать вторую команду, чтобы специалистов, которые могли без аварии, без ущерба вызвать эту технику. Туристический автобус перевернулся в Португалии на Мадере. Погибли 29 человек, а еще 27 пострадали. В салоне находились путешественники из Германии. Туристический автобус, на борту которого находились путешественники из Германии, перевернулся в прибрежном городе Канесу. По предварительным данным, водитель потерял управление на наклонной дороге, и машина опрокинулась. Немецкие власти открыли горячую линию. Посольство страны в Португалии работает в тесном контакте с региональным руководством. Большая часть погибших – пенсионеры. На Мадере объявили трехдневный траур. Журналисту Джулиану Ассанджу присудили награду Европарламента за свободу СМИ. Основатель портала «Викиликс» получил премию имени убитой на мальте журналистки Дафни Круаной Галиции. Награду от имени Ассанджа получила его представитель. А тем временем в Эквадоре в защиту арестованного журналиста проходят митинги. Ожесточенными столкновениями закончилась акция в поддержку Джулиана Ассанджа в Эквадоре, на родине журналиста. Демонстранты сцепились с полицейскими. Протестующих задерживали спецслужбы. Несколько человек были ранены, в том числе фотографы и журналисты. Драка началась возле президентского дворца. Активисты были возмущены решением президента страны лишить создателя сайта «Викиликс» убежище. Решение правительства было неожиданным и позорным. Как вообще можно было выгнать человека, который был гражданином Эквадора, символом борьбы за права людей по всему миру? Нельзя допускать такого. Джулиан Ассандж должен быть освобожден. На прошлой неделе британская полиция вошла в посольство Эквадора в Лондоне и арестовала Ассанджа. Там он проживал почти семь лет. Основателя «Викиликс» задержали по запросу США. Сейчас ему грозит экстрадиция в Соединённые Штаты. А сам он опасается, что его ждёт смертная казнь за публикацию секретных документов. Вашингтон утверждает, что максимальное наказание — пять лет тюрьмы. Власти Эквадора лишили его гражданства и статуса беженца за многочисленные нарушения международных норм. Этот арест осудили не только политики, но и музыканты. «Мне стыдно быть после этого англичанином, думать, что Великобритания стала добровольным соучастником Американской империи, что она сделала бы это в нарушении всех законов — моральных, этических, правовых». Мировые СМИ уже назвали выдачу Джулиана Ассанджа США «величайшим предательством». Многие даже видят в этом изменение политического курса страны. Эквадор укрывал Ассанджа, потому что бывший президент придерживался левосцентристских взглядов, критиковал политику США. Однако в 2017 году власть в Эквадоре сменилась. Страна взяла курс на сближение с США. Новый президент сразу назвал Ассанджа «камнем в ботинке» и через два года лишил политического убежища. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае победы на выборах намерен надать резиденции главы государства детям. Он заявил, что не видит в них никакого смысла. Более того, он пообещал не перекрывать дороги по маршрутам своего передвижения. А тем временем дебаты, которые назначены на завтра, возможно не состоятся. Поскольку 14 апреля Петр Порошенко не дождался Владимира Зеленского на стадионе Олимпийский. Накануне появилась информация, что Зеленский для улучшения своего имиджа нанял в Вашингтоне американских лоббистов за 60 тысяч долларов. Однако в штабе кандидата эту информацию опровергли. А украинский олигарх и бывший хозяин «Приватбанка» Игорь Коломойский, имя которого связывают шоуменом, пообещал вернуться в Украину, если президентский выбор выиграет Зеленский. Сейчас олигарх проживает в Израиле, но он утверждает, что не станет вмешиваться в работу новой власти. Второй тур президентских выборов на Украине состоится уже в это воскресенье, 21 апреля. Получила продолжение история трех сестер, над которыми издевалась мачеха. Стало известно, что их отец адепт деструктивного религиозного течения. На телефонную связь с нашим корреспондентом вышла родная мать девочек и рассказала шокирующие подробности. Лицо Желдуз показывать отказалась, объяснила тем, что опасается бывшего мужа и его соратников по деструктивному течению салафитского толка. Поэтому разговор с ней состоялся по телефону. Продолжение следует... Устав от побоев, женщина подала на развод. Суд назначил совместную опеку над детьми. Но экс-супруг, угрожая ей расправой, потребовал, чтобы она не претендовала на дочерей. Потом муж привел в дом молодую сожительницу, а Желдуз не позволил видеться с детьми. Женщина уверена, что бывший муж не только знал об истязаниях мачехи, но и как минимум одобрял их. Полиции подтвердили информацию о нетрадиционных религиозных взглядах Нурмухамеда Коимбетова. Его сожительница сейчас в СИЗО. Ей грозит наказание по статье «Истязание. До семи лет лишения свободы». «В отношении подозреваемой будет принята мера пресечения сегодня. Дело находится на особом контроле министра внутренних дел, областного прокурора. Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе досудебного расследования». Мачеха, по словам девочек, издевалась над ними, используя плоскогубцы, ножи и шампуры. Тела детей в шрамах и порезах. Кроме того, она заставляла их пить моющее средство для посуды и танцевать на осколках. Дети все еще находятся в больнице. Врачи хотели выписать их, но решили понаблюдать за состоянием. Потом их, скорее всего, заберет бабушка со стороны отца. Убийцам 18-летней студентки Дарьи Махортовой в Костанае ужесточили приговор. Апелляционную жалобу в суд подала мама зверски убитой девушки. Женщина просила пожизненного заключения. Операционную жалобу подала не только мама убитой Дарьи Махортовой, но и один из осужденных. Руслан Ажанов просил смягчить ему приговор. Судья оставил срок пожизненным, а вот условия содержания ужесточил. Первые пять лет убийцы проведут в одиночных камерах колонии полной безопасности для отбывающих пожизненные сроки. Затем их переведут в колонии строгого режима. Всего за решеткой Руслана Ажанов проведет 23 года, а Анатолий Шевченко 25 лет. В прошлом году эти двое жестоко убили 18-летнюю студентку Дарью Махортову. Они напали на нее во время вечерней пробежки. Немножко меня, конечно, немножко успокоило. Я думаю, дальше я уже не пойду. Верховный суд я подавать больше не буду. Мне кажется, что ничего уже не добиться. Вот как оно есть, так оно есть. Они получат свое. Я почему-то уверена, Бог есть на свете. Минус 80 миллиардов тенге. Таков инвестиционный убыток единого накопительного пенсионного фонда за первые два месяца этого года. Отчет о положении дела публиковали в фонде. И аналитиков эта информация встревожила. Откуда убытки? И стоит ли нам, вкладчикам, переживать по этому поводу? Выяснял Нургалик Арабаев. Инвестиционный путь ЕНП в этом году начался не совсем удачно. Первые два месяца года инвестдоход показал минус 80 миллиардов тенге. Как пишут в СМИ, если 12 миллиардов убытков связаны с переоценкой ценных бумаг, то есть покупали по одной цене, а позже стоимость упала, то основная часть 68 миллиардов тенге приходится на курсовую разницу. Но ведь сама курсовая разница, вот эта вот ненормальная волатильность тенге, его необъяснимые падения, необъяснимые укрепления, это же тоже есть следствие некомпетентности, следствие непрофессионализма всего нашего огромного чиновничьего аппарата, всей нашей, знаете, неэффективной экономики. Тем не менее, финансовые аналитики говорят, что 80 миллиардов – небольшая сумма для фонда, где хранятся 9,5 триллионов тенге. Это меньше 1%. К тому же делать выводы сейчас преждевременно, ведь убыток может быть плавающим, как и сам курс валют. Сегодня в минусе, завтра в плюсе. Главное, чтобы убыток не был зафиксирован по итогам инвестиции. Любой инвестиционный результат оценивается по году. То есть вот январь-декабрь, следующий январь, на 1 января у нас там результат вот такой. Внутри года он может быть какой угодно, то есть он может быть там хуже, лучше, но в итоге вы получаете некое усредненное значение. То есть это абсолютно нормальная практика, я считаю. За прошлый год цифры у ЕНПФ позитивные. Чистый инвестиционный доход вырос в 1,7 раза и превысил 900 миллиардов тенге. Поэтому насколько удачный был инвестиционный подход фонда в этом году, станет ясно только в следующем. В ЕНПФ в свою очередь обещали прокомментировать ситуацию с убытками на следующей неделе. Все руководство сейчас находится в столице. Нургали Карабаев, Данья Жусупов, Информбюро, Алматы. Настоящая зима вернулась в некоторые регионы Казахстана. Снег выпал на севере, востоке и западе республики. В Усть-Каменогорские семьи ученикам с 1 по 9 классы первой смены отменили занятия в школах. А в Караганды из-за гололедицы бились машины. В Караганды утром на дорогах образовались пробки. С перебоями работал общественный транспорт. Только по Караганды в первой половине дня произошло 26 ДТП. На трассе Караганды-Тимиртау столкнулись три автомобиля. Пострадали пять человек, в том числе семилетняя девочка. А в Усть-Каменогорске столбики термометров опустились до 4 градусов мороза. В 7 и до минус 6. По данным Казгидромета, температура ниже климатической нормы на 2, а местами и на 5 градусов продержится еще два дня. Зато на юге страны теплее нормы. В мае синоптики обещают теплее обычного на 1 градус. С осадками меньше нормы на западе и в пределах нормы на востоке.